вы смотрите след на официальном канале youtube не забудьте подписаться нажать колокольчик чтобы видеть все свежие серии да будет мудрость в этой соли да будет правда в этой соли яви нам истину а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лёнь! Ну-ка, сфотографируй его. Ага. Покажи, что там. Какие-то символы, написанные кровью. Мне сегодня черная кошка дорогу перебежала. Чувствую не к добру. Лёнь, придумай себе свои приметы. Квадрокоптер над местом убийства к раскрытию по коричневым следам. Вот снимки передал фотограф, который обнаруживает тело. Нет, дружок мой, не работают твои приметы. Снимки сделаны сегодня. А трупу как минимум два дня. Ты лучше скажи мне, почему он в бинтах? Утеплился. Очень смешно. А серьёзно? Соль с магниевой стружкой. Здесь проводили магический ритуал. Шерцеприношение? Ну, а почему нет? Стрела прилетела из-за спины, значит, стрелок стал вот там. Пойдём смотримся? Давай. Санитар, забирай тело, отправь к нам в ФС. Где-то тут, видимо, стоял стрелок. А это был лук. Возможно. Я так понимаю, что отпечатки и подожировые сгорели вместе с луком. Что-то здесь не так. Так, луки-убийца. Стрелок, как правило, боится спалиться и покидает место убийства первым. А этот решил задержаться и развести костёр. Лёнь, ну сколько ты пройдёшь с луком за пиной, прежде чем тебя заметят и выложат в сеть? Я начинал на поляне следы от четырёх пара обуви. Одни принадлежат убитому. Всё правильно. Значит, ищем троих подозреваемых. Привет. Я разрезала бинты. И посмотри, какое тут всё интересное. Символ вырезан, даже выбит, я бы сказала, на коже, а не нарисован на бинте, как мы раньше думали. Насечки нанесены каким-то коротким острым предметом. Возможно, шилом. Насечки нанесены через бинт, очень аккуратно, чтобы не повредить его. Но в некоторых местах повреждения есть. А что это за символ? Это руна. Знак древнескандинавского алфавита. Руна анзус. Что значит «бог». Как ты это всё знаешь? Личность убитого пока установить не можем. В базе потерянных его нет, а пальчики нигде не засвечены. На стреле тоже ничего. Ну что там по уликам, которые мы отправили с места преступления? На черепе оленя есть пальчики аж трёх лиц. Сейчас прогоняю по базе. Подожди. Слушай, отлично. То есть мы ещё не закончили осмотр, а у нас уже есть первые подозреваемые. Хороший темп. Слушай, двое из трёх засветились в нашей базе. Походу твоя примета работает. У меня тоже кое-что есть. На дерево залезали, ветки обломаны. И оттуда отлично просматривается поляна. Стой, где стоишь. У левой ноги. Что это? Наблюдатель сидел на дереве и от нечего делать стругал ветки? Наш сучник. Смерть наступила два дня назад, а в крови убитого я обнаружила гепарин. Лошадиную дозу. Препарат, препятствующий свёртыванию крови. Но его может прописать только врач. Что, есть какие-то основания? Да нет, никаких патологий нет. Я думаю, что дело в другом. Гепарин он принял для того, чтобы сопровоцировать кровотечение. В противном бы случае порезы на коже не стали бы сильно кровоточить. И рисунок на бинтах не проявился. А это экспертиза об струганной ветки. Удалось выделить ДНК? Очень хорошо. ДНК принадлежит неизвестному мужчине. Он ровесник жертвы примерно 25 лет. С наследственной патологией тромбоцитопении. Если мне не изменяет память, то это заболевание, при котором появляется кровотечение даже при незначительных повреждениях кожи. Совершенно верно. Убитый принимал гепарин для того, чтобы спровоцировать кровотечение. А человек, честь следы на этой ветке, должен был бояться малейшей царапины. А вот ты знаешь, что по фэн-шуи олень символ богатства и долголетия. А его череп? Ну, он боюсь, что наоборот. Поэтому пусть лучше на складе полежит. Спасибо большое. Спасибо. Какая же ты неблагодарная, Мелина. Этот череп нам такую услугу сослужил. Отлично сохранил пальчики подозреваемых. А вот и они. Лужков Виктор, 99-го года рождения. Некрасов Кирилл, 95-го года рождения. Так. Вдвоем привлекались в качестве подозреваемых по 116-й. Побои. Так. Но впоследствии потерпевшее заявление забрал. Лужков отучился два года на эстфаке. Взял академический отпуск. А вот Некрасов состоит на учете в ПНД. Диагноз дисморфофобия. Дисморфофобия. Это что такое? Дисморф наружность. Фобия боязнь. Ну, неприятие тела или каких-то его недостатков. Некрасов работает курьером в интернет-магазине. Я сейчас попробую отследить местоположение его мобильного телефона. По Субботину живу дома Лужкова. Галина Николаевна, блицкрик по поимке Лужкова провалился. Он от военкомата и участкова уже месяц прыгает. Опроси соседей, друзей. Кто-то наверняка ему помогает, раз он прячется. Вон как раз Мамана его идет. Правда, она всем говорит, что ее сын пропал. Ладно, позвони, как что-нибудь узнаю. Здравствуйте. Старший Лен Суботин ФС. Разрешите, я вам помогу. Открутите дверь, пожалуйста. Перед тобой нежилое строение. Видишь его? Да, это похоже на склад. Так и есть, склад при магазине. Наш объект внутри. Никого не опускай. ФС расследует обстоятельства смерти молодого мужчины. Его тело было найдено в лесу со стрелой в груди. Оперативники предполагают, что здесь проводили магический ритуал. На черепе оленя с поляной найдены отпечатки Кирилла Некрасова и Виктора Лужкова. Их разыскивают. Стой, Некрасов! Склад на кружок! Врешь, в Астане двое было, я видел! Стой! Стрелять буду! Не советую. Взрывоопасно. Склад в пиротехнике. Черт. Некрасов! Хватит устраивать детский сад. Я ж тебя все равно найду. Слышь, я читал твое досье. Тебя ж западное модельное агентство приглашало на работу. А ты слился в последний момент. Почему? Девушку не пустила? Эх ты, сейчас бы мог своим лицом сидеть и направо, и налево. Че, слабок красотой мир спасать? А, вот я бы на твоем месте, если бы мне такой шанс дали, его бы не упустил. Да, я же урод! Вот я тебя и поймал. Вылезай давай. Пошли, урод. Зачем убегали от нашего сотрудника? Ну, вы знаете, что там с такими, как я в тюрьме делаю? С какими, с такими? Ну, посмотрите на меня. Кривые плечи, узкие руки, как у пианиста. Я же урод. Меня все всегда гнобят. Что вы делали в субботу в лесу? Пошел на шашлыки с друзьями. Сколько у вас было? Четверо. Я, Витя, Виктор Лужков. Да. Инна Сапожникова, и Яна. Мы с ним не так давно знакомы, фамилию я его не знаю. Это Ян? Да, да, это он позвал нас на шашлыки. Из-за Ленины? Нет, Ян принес череп. Я сам обалдел. Я отошел на шашлыки, а он начал какую-то мутить непонятную вещь. Допустим, вышли на шашлыки, пришли, шашлыков нет. Вы что, не поинтересовались, почему их нет? Поинтересовался, но он сразу начал свои фокусы показывать. И мы ничего не успели понять, как его быстро убили. Кто убил? Я не знаю, я не видел. Из леса стреляли. Стрелок стоял за спиной Яна. Вы сидели напротив Яна. Как вы могли не видеть, кто стрелял? Да я, честно, не видел. Где вы познакомились с Яном? Мы познакомились с Яном в учебном центре в Потоке. Это название. На лекциях. На лекциях? Да. Как укрепить свое здоровье? Приобрести уверенность, достичь успеха. Я же такой шанс проворонил. Мог бы сейчас светить лицом направо-налево. Красотой мир спасать. А, вспомнил. Яна привела туда Инна. Вы у нее побольше узнаете. А у меня только номер телефона его был. Личность убитого установлена. Ян Климов, 24 года. Окончил институт физкультура. Тренер по самообороне. Работает в организации «Уверенный тон». Кандидат в мастера спорта по боксу. А вот это нашли рядом с обгоревшим луком. Как думаешь, что это может быть? Какая-то деревяшка. Деревяшка обработана. И, возможно, ее броню убийца. И, возможно, она приведет нас к нему. Только надо понять, что это такое. Не надо выдумывать. Ни к чему это. Мама, ну нельзя быть такой нудной. Стыдно за тебя. Ну, улыбнись, пожалуйста. Сделай над собой усилия. Давай. И еще разочек. Хватит. Все. Пусть будет стыдно твоим друзьям за их бесовские увлечения. Мама, ну как ты не понимаешь? Имидж сейчас – это наше все. Вести скрытный образ жизни просто невыгодно. Людей можно привлечь через соцсети. Соцсети – это похоть и тщеславие. Мама, это еще и возможность общения с людьми. Выгодно продать товар. Ладно, делай, что хочешь. Хочешь – продавай, хочешь – продавайся. Добрый день. Федеральная экспертная служба, капитан Шустов. Имена Сапожникова. Давайте проедем со мной. Побеседуем. А это надолго? Да нет, не волнуйтесь. Это не займет много времени. Давайте. Инна, при каких обстоятельствах вы познакомились с Яном Климова? Полгода назад я начала посещать кружок по самозащите. Сейчас же просто невозможно жить. Могут напасть, ограбить, изнасиловать. Верно? Вообще-то это случается крайне редко, если придерживаться элементарных мер предосторожности. Со мной случалось. Да еще как. Ментальный тренинг поможет не растеряться в экстремальных ситуациях. Вся штука в том, что мозг не может отличить реальные ситуации от воображений. Поэтому мы здесь, на нашем занятии, будем отрабатывать опасные ситуации в воображении. Итак, сядьте поудобнее. Закройте глаза. А теперь представьте себе, что вы после работы пошли прогуляться в парк. Вдруг вы слышите шаги за спиной. Вы начинаете прибавлять шаг, но человек не отстает. Он вас догоняет, хочет схватить за волосы и перехватить контроль. Время не подскажете? Сейчас посмотрим. Из четверти си. Потом был еще один ментальный тренинг, когда мы отрабатывали ограбление. Ну и что вы думаете? На меня снова нападают. В лифте подставили нож к шее и отобрали деньги. После этого я перестала посещать клуб. А с другими тоже случались подобные неприятности? Я не знаю, что там происходило с другими. Только мне хватило двух раз. Теперь я работаю полдня администратором в досуговом центре. А в свободное время посещаю лекции. В учебном центре в Потоке. Да, верно. Мы ходили туда с Яном несколько раз. Это я его пригласила. Знаете их? Да, Кирилл, Витя. Когда вы их видели последний раз? В субботу, когда ездили на шашлыки по приглашению Яна. Ну ничего нового из ее допроса мы не узнали. Она точно-то повторила рассказ Некрасова. Все четверо были на поляне. В тот момент, когда прилетела стрела. Ты Лужкова когда поймаешь? Поймаю. У дома наружке телефон матери слушаю. Ой, смотри, Лень. Не знаю, не верю я в историю про шашлыки, которые рассказали нам задержанные. Присаживайтесь. Почему? Ну какие могут быть шашлыки ночью? И вообще, вот что бы ты сделала, если бы вместо шашлыков увидела магические атрибуты и друга своего по горло замотанного в бинты? Позвонила бы в полицию. А я бы психушку вызвал. Ну рассказывайте, какие у вас соображения? Ну на мой взгляд, странная компания подобралась. Трое нигде не учатся, зато ходят на какие-то лекции. И этот Ян выглядит странно в этой компании. Что он хотел такое показать или доказать, вырезая у себя на груди этот знак? В средние века в бинты заматывали стигматиков. Стигматиков? Ну и религиозно одержимых людей, на теле которых сами по себе возникали кровоточащие раны. Ну вот, например. У католиков, например, раны возникали на местах, где Иисуса прибивали к кресту. Стигматиков обматывали и пломбировали, и ждали, когда раны проступят. Ну, судя по тому, что мы узнали о Яне, он меньше всего был похож на религиозно одержимого. И психическим заболеванием он не страдал, а скорее сам оказывал психологическую помощь. Вот именно. Вот что, Игорь, отправляйся-ка ты в этот клуб, уверенный тон. Возьми образцы ДНК у всех друзей Яна, и надо будет сравнить их с ДНК, который вы нашли на дереве. Есть. Если противник душит вас спереди, прямыми руками души, вся сила его рук уходит за спину. Снимается очень простым приемом. Поднимаешь руки наверх, сгибаешь их в локтях, делаешь из них крючки, и опускаешь руки по плечам. После можно добавить удар в пах. Занятие окончено, всем спасибо. Здравствуйте. Вы ко мне? Гражданин Грачев, вы задержаны в подозрении убийства Яна Климова. Доброе утро. Доброе утро. Говорят, у нас новый подозреваемый? Да. Марат Грачев, тоже спортсмен. Его ДНК совпало с ДНК с дерева. Уметь стрелять из лука. Между ним и Климом была личная неприязнь. А еще он теперь получил всю рабочую ставку Климова. Ведет его группы. Ну, честно говоря, так себе мотивчик. И за меньше убивают. Ну, ты тоже прав. Как вы оказались в лесу? Что делали на дереве? Наблюдал за поляной. Меня Ян попросил. Мы знаем, что у вас с Климовым были неприязненные отношения. До недавнего времени. Потом все изменилось. Мы подружились. Может, врача вызвать? Сорок минут не останавливается. Не твое дело, иди куда шел. Стой. Можешь где-нибудь шприц раздобыть? Мне надо уколоться. Спасибо, выручил. Слушай, у тебя гемофилия. Что, сдурел, что ли? Не, похожая дрянь. Не повезло. Редкое заболевание гемостаза. Слушай, со мной драться не будут, если узнают. Или жалеть будут, или бить в полсила. Я просто, когда доходят до крови, колю препарат. Не выдаешь меня? Да я-то могила. Да вот только ты подумай. Здоровье-то одно, может, поменяешь спорт. Да батя мне тоже говорит. А вот маме нравится, что я не стал хлюпиком, как брательник. У нас это семейное. Слушай, а ты молодец. В медицине шаришь. Увожу-ка. Подожди. Ну вот, возьми, если интересно будет. Стигматы, неизученные факты. Что это, я не знаю. Да я сам недавно узнал. Все, кто одну пошел. Ты в секту? Зачем тебе это? Да надо человека одного хорошего вручать. Девушку. На теле их учителя неизвестно откуда возникают раны. В форме рун. Он дает предсказания и держит в повиновении свое стадо. Их никто не принуждает. Они искренне считают, что этот бог общается с ними через этого старого козла. Ты это мое духовное солнце, а я ничтожная искра твоего дыхания. Он мой Господь, а я твой слуга навечно. Нектар твоих лотосных стоп опьяняет все мои чувства. И я полагаюсь лишь на беспредельную сладость твоего святого имени. Что я падший могу сказать по своему собственному разумению? Я здесь лишь для того, чтобы исполнять твою волю. Я испытываю великое удовлетворение, произнося слова, которые ты вложишь мне в уста. Задержаны молодые люди-сектанты. Лужков, которого ты до сих пор не нашел, тоже. Найду, Галина Николаевна. Он обложен, как Вовк. Руна на теле Климова – это не просто знак. Это попытка подражать их гуру. Кстати, Грачев подтвердил алиби задержанных. Он сидел на дереве и видел, как из леса прилетела стрела. А что он делал сам? Ну, ждал, чтобы дать Яну антидот, который остановит кровотечение. Что за секта? Грачев не знает, а подозреваемые молчат, как рыбы. Ты, главное, Лужкову не упусти. У матери диабет, а она в магазине конфет накупила. Значит, для сына. Живет она совершенно одна. Что за... Это маячок? Маячок. ФЭС расследует убийство тренера по самообороне Яна Климова. Трое молодых людей, с которыми он был в момент смерти, посещают секту. Это Инна Сапожникова, Кирилл Некрасов и Виктор Лужков. Товарищ Яна, Грачев, рассказывает, что Ян проник в секту, чтобы спасти Инну. Подвал, где задержали Лужкова, арендует учебно-научный центр в Потоке. Официальный руководитель некто Рыбников, троюродный брат Федора Толмачева. А-а. Ну, теперь все ясно. Брат Толмачева. Напомню, кто это? Какая же ты темная, Амелина. Ты даже не следишь за информационными потоками. Федор Толмачев 10 лет был лидером организации «Религиозная покрифтия», которую год назад закрыли, а его обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан. И как именно он посягал? Ничего оригинального. Призывал отказаться от соседей, друзей, практиковались телесные наказания и ограничения в питании. Угу. Понятно. Ну, а я организую ограничение питания по собственной воле. А я выписываю тебе штраф. Прошу. Спасибо. Ну, выходит, Толмачев не отказался от старого. Он по-прежнему окружает себя адептами, только стал более осторожным. Может, разделишь со мной? У меня еще есть. Имущество тяжелым якорем привязывает нас к земле и не дает воспарить над суетой и узреть истину. Твоя мать в квартиру решила отписать гуру. Добро пожаловать в бомжи. Да ладно? Прохладно. Завтра с документами к нотариусу идет. Могу адрес сказать, только ты не сможешь помешать из камеры. На все воля Божья. Почему от армии косишь? Убеждение не позволяет в людей стрелять. А об альтернативной службе слышал? Задержанного ФС. А если я все скажу? Обещаете отпустить? Я не хочу на улице жить. Ну, отпустить не обещаю, но сделку могу сорвать. Только надо очень сильно покаяться. Я буду. Сильно. И молиться тоже буду. Ну, это по желанию. Да, Леонид? В общем, есть узкая группа приближенных, которых Толмачев допускает к себе. Кому раздает литературу и показывает свои кровоточащие раны. В эту группу входят Некрасов, Двушков и Инна. Яну удалось стать своим, его порекомендовала Инна. А по части показаний они точь-в-точь совпадают с прежними. Все трое сектантов сидели рядом, а стрела прилетела из чащи. Но есть кое-что еще. Зачем вы поехали в лес? Ян сказал, что он новый избранный. Что теперь Бог его выбрал. И через него будет с нами говорить. Да, это правда. Только я до сих пор не понимаю, почему Ян это сделал. Ян хотел показать, что вы наивные дети, готовые поверить в любое чудо. Но ведь у учителя настоящие раны. Как вы попали в секту? Меня мама привела. Я пробовала уйти. Даже пошла в клуб, чтобы стать самостоятельней. Только ничего не вышло. Дай мне жизнь своей жизнью. Хватит меня преследовать. Инночка, не ходи туда. Там собираются бездуховные люди. Здравствуйте. Привет. Привет. Не обаздывай. Сегодня ментальный тренинг. А что это? Приходите, сами все узнаете. Это моя мама. Это Ян, мой учитель. Тренер по самозащите. Очень приятно. Почитайте, молодой человек. Бог рядом, он спасет каждого, кто пойдет за ним. Для каждого у него свои дары. Спасибо. После того, как я ушла из клуба и вернулась к учителю, Ян предложил мне встречаться. Приходите на лекцию. Возьмите брошюру. Приходите на лекцию. Ты придешь сегодня в клуб? Мы после тренировки чай будем пить. У Ленки рыжий днюха. Вот торт заказали. Двадцать свечей зажжем. Не могу. Приходите на лекцию. Мне страшно, на меня дважды нападали после тренировки. Ты полицию вызвала? Это знаки. Бог подсказывает мне. Ты сама так решила или тебе кто-то подсказал? Приходите на лекцию. Возьмите брошюрку. Слушай, ты мне очень нравишься. Можно я тебя на свидание приглашу? Приходи на лекцию в пятницу вечером. Там мы увидимся. Хорошо. Приходите на лекцию. Возьмите брошюру. Теперь нам хотя бы ясны мотивы убитого. Ян Климов считал, что стигматы, которые возникают на теле Толмачева, это хитрый трюк, и решил разоблачить его, изобразив кровоточащие раны на своем теле. Все родины, в которые неосторожно влюбился. Ян замотался в бинты, потом нанес себе насечки на кожу и принял гепарин. В расчете на то, что кровь внезапно проступит сквозь бинты, и он поразит воображение сектантов кровоточащими ранами. Яви нам истину! Но кто-то узнал о его планах и помешал. Я проверил телефон Инны Сапожниковой и нашел там программу «Шпион». Кто установил, удалось выяснить? Ее мать, Марина Юрьевна Сапожникова. Учитель, со мной пришли. Что делать? Ты что-то? Алло! Кому вы звонили? Чей это номер? Вы по рождении тьмы. Тьма проиграет, свет восторжествует. Согласен. Вот поэтому мы и работаем день и ночь, не покладая рук. Серый, я сейчас тебе брошу номер телефона. Нужно установить местонахождение абонента. Пора уже закончить с этим светопредставлением. Давай. Отойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Так вы признаете, что прослушивали дочь и докладывали Толмачеву? Да, признаю. Нападение на Инну – это, очевидно, его рук дело. А никакие незнамения. Скажите, вы знали, что Ян хочет разоблачить Толмачева? Я поняла, что этот тренеришка что-то задумал, но не придала этому значения. Ведь его фокус – только фокус. А стигматы учителя – настоящие. Но вы доложили Толмачеву об этом? Нет. Зачем беспокоить учителя по пустякам? Согласно учению Толмачева, скоро наступит конец света. То есть цивилизация в том виде, как мы ее знаем, рухнет и придется выживать, как наши предки. Вот Толмачев учит, как смастерить каменную печь в земле, как добывать пищу в лесу с помощью подручных материалов. Выходит, все сектанты владеют луком? А как же? Стрелять из лука, мастерить ямы, ловушки, плести сети. Это очень пригодится в их будущей первобытной жизни. Я, кажется, понял. Нас все время водили за нос. Я знаю, что это. И что? А где у нас лежат веждойки по делу фальшивых гробовщиков? В хранилище. Так, мне нужны стамеска, лобзик и нацик. Галина Николаевна, Толмачев снимает здесь квартиру, но за минуту до моего приезда он уехал на машине с дорожной сумкой. Вся недвижимость Толмачева сосредоточена на Кипре, в Греции и в Италии. Скорее всего, он попытается покинуть страну в одном из этих трех направлений. В ближайшие часы. Ужай мониторю. Через два часа у него самолет в Афина. Меня преследуют за мои убеждения. Это просто возмутительно. Штрафа вам показалось мало, теперь решили посадить меня. Вашей духовно-коммерческой деятельностью мы займемся позже. Что вы называете коммерцией? Я проповедник. Я ни с кого не собираю денег. Только квартиры. Вы подозреваетесь в убийстве Яна Климова. А ведь я его знаю. Видел пару раз. А что с ним случилось? На нем бинты. И бинты, и стигматы в форме рун. Точно как у вас. Фокус на то и фокус, что его, в отличие от настоящего чуда, можно повторить. Вы испугались разоблачения и убили его? В первый раз слышу о каком-то моем разоблачении. Мои стигматы от Бога. Я готов на любые проверки. Как вы это делаете? Мироточит. Ущипни меня. Не ищите объяснения. Просто примите. Вам обработают раны и перевяжут. Галя, стигматы — это обычный некроз тканей. А точнее, это результат введения под кожу кальция хлорида. Спасибо. Я придам этот факт огласке. Больше он никого не обманет. Ого. Не может быть. А это тебе, Витя. Повестка военкомат. Завтра приду. Верю большому зверю. А тебе вижу, покажу. Я честно. Я решил служить. Спасибо, что с квартирой помогли. Мать чуть была Толмачева ее не подарила. Дебилоиды. Галина Каловна, у Толмачева нет алиби на момент убийства. Так что, скорее всего, лучшенька вон. Езжайте в его съемную квартиру. Надо искать следы производства лука. Струны, инструмент. И все, везите к нам. Добрый вечер, Ирина Андреевна. Позволите? Я был прав. Никто не догадался, кроме меня. Один я понял, что Яна убили не из лука. Сергей, что за срочность? Галина Каловна, это самострел. Так охотились наши предки. Зверь либо сам задевал нить, либо за нее дергал охотник. Ты считаешь, что Яна убили из самострела? Мы думали, что стреляли из лука, но это не так. Убийце нужно было алиби. Он вместе со всеми сидел на поляне, а потом незаметно дернул нить, и стрела прилетела из леса. Инна – родная дочь Толмачева. Это все меняет. Скорее всего, убийца она. Когда вы узнали, что Толмачев – ваш отец? За несколько дней до поездки в лес. Не подавайся на его уловки! Я все знаю! Какие уловки, мама! Я называю тебя новым избранным! Он хочет, чтобы вы бросили учение! Не помогай ему! Против отца идешь! Что? Федор Романович Толмачев – твой отец! Избранная – это ты! Он передаст тебе дело по наследству! Ты будешь самая главная! Деньги, слава, почет! Доченька, ты все получишь по праву крови! Законно! Ты слышишь меня? Слышу, иди домой! Я сказала – домой! Слушайся меня! Я проследила за Яном! За несколько дней до этого они ездили на эту поляну репетировать! Я все там подготовила! Вот почему столько сект? Столько об этом говорят и пишут, а люди все равно ведутся! Ну, может, духовная жажда мучает некоторых не меньше, чем жажда воды или пищи! А кому-то трудно взять ответственность за свою жизнь! Проще найти гуру и на него положиться! Да сиди! Я, наверное, положусь на этот диван! И вздремну полчасика! Лень, если вдруг я не услышу будильника, разбуди меня, пожалуйста! Можешь на меня положиться? Угу! Субтитры создавал DimaTorzok С днем рождения! Лизок, поздравляю! Ты стала совсем взрослой! Да? Да какая она взрослая! Ей всего 13! Значит, совсем ребенок! Вон кукла очень не наигралась! С днем рождения, сестра! Спасибо! 13 лет – сакральный возраст в жизни женщины! Поздравляю! Ну что, давай торт режь! Будем чай пить? Да! Песенки! О, я нож забыл! Сейчас! Янка, подожди! Может, не сегодня? У меня голова кружится! Нет! Это должно закончиться! Отчим делает это со мной уже несколько лет! Я сопротивлялась, но он сильнее! У тебя те же проблемы? Только со мной это делает мой папа! Он убьет меня и маму! А потом приходит ко мне ночью! Ну, а почему вы раньше молчали? Мам! Ты дома? Мам, ты уже все знаешь? Мам, ты не хочешь со мной разговаривать? Мам! Мам! Нет! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что нас на самоубийство-то вызвали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, помимо крови девочки, здесь куча биологических следов. Яне любимое всего шестнадцать лет. Три дня назад она заявила, что ее отчим склонял ее к сексуальной связи. Его арестовали? Нет. На следующий день она забрала заявление, сказала, что просто поругалась с отчимом, таким образом решила ему отомстить. Насилия, мол, не было. Жертва давно живет половой жизнью. Причем недобровольно. Есть травмы и старые, и совсем свежие, полученные перед смертью. Образцов достаточно, чтобы определить преступника. Если будет доказано, что это сперма ее отчима, ему конец. Пойдет еще и за доведение до самоубийства. Там не только отчим пойдет. Вы понимаете, я многодетная мать. У меня трое детей. Средний его тринадцать лет. Маленькому шесть месяцев, да? Да, дома бывает всякое, и трудно бывает. Но у нас семья не хуже, чем у других. Но ваша дочь обвинила отчима в сексуальном насилии. Да не было такого. Что вы на нас наговариваете? У нас хорошая семья. Вообще, не лезьте к нам, занимайтесь собой, пожалуйста. Послушайте, их семья действительно на хорошем счету. Да Яна просто жиру бесится. Ее Машка подговорила. Янка бы сама никогда так со своей семьей не поступила. Что тут делаете? Майор Лисица, федеральная экспертная служба, капитан Жилина. Опять? Яна ничего не будет подписывать. Мы уже все сказали. Хватит топтать ногами нашу семью. С вашей дочерью произошло несчастье. Да все у нее хорошо, получше, чем у некоторых. Она просто хотела нас позлить. Да, она мертва. Что? Что случилось? Она порезала себе вены. Почему она это сделала? А вы не догадываетесь? Мы это обязательно выясним. А вы где были? В больнице. У меня маленькая родилась, недоношенная. Мы с ней регулярно ходим в стационарные физиопроцедуры. С утра до вечера там порчим. Получается, Янку надо было лечить. Что вы имеете в виду? Психиатру ее надо было вести. Но не могла нормальные вены резать и про семью свою так врать. На бритве отпечатки только Яны Любимовой. У тебя что? Образец спермы совпал с образцом зубной щетки Тимура Родионова. Яна Любимова насиловал ее отчим. Где он сейчас? По официальным данным уехала в Липецкую область в командировку вместе с начальником. Он работает личным водителем. Его ищут уже. Вот теперь всех, кто не дал ход этому делу три дня тому назад, надо привлекать к ответственности. Яна, она не выглядела как жертва насилия. Она всегда была яркой, жизнерадостной, веселой, активной девочкой. Вот Маше другое дело. Все время с сальными волосами, кое-как одета, от людей дичится. Ангелина Петровна, вы точно психолог? Вы выносите слишком поверхностные суждения. А вы знаете, что девочки сами забрали заявление? А что я могла сделать? Без их согласия мы не можем провести медосмотр. А других доказательств у нас нет. Маша вторая жертва сексуального насилия? Предположительная жертва. Мария Прянникова, они вместе с Яной приходили жаловаться. Маша тоже забрала заявление? Там вообще беда. И после того, как узнали про жалобу, мать Маши повесилась. Но она, видимо, не выдержала такого позора. И девочки сразу же отказались от своих слов. Если это был оговор, то он слишком дорого им дался. Это не оговор. По крайней мере, Яна точно не врала. Галия Николаевна, извините, можно? Это срочно. Прошу прощения. Яна не покончила с собой. Ее убили. Яна выпила вино с большим количеством транквилизаторов. Ее мать страдает от послеродовой депрессии. Они были прописаны. В таком состоянии девочка просто-напросто не могла вскрыть себе вены. Но бутылки в квартире не обнаружено. Стаканы и бокалы на раковине стояли вымытые. К тому же разрезы на руках очень ровные. Самостоятельные таки не сделать. В ФЭС выезжает на самоубийство 16-летней Яны Любимовой. Накануне девочка заявила, что подвергается сексуальному насилию со стороны отчима. Не получив поддержки матери, она забрала заявление. Выясняется, что Яна не могла вскрыть себе вены. Перед смертью ее накачали вином с транквилизаторами. Да, у вас-то повсюду следы сексуального характера. Какая у вас бурная интимная жизнь. Или не у вас? Как вы смеете такое говорить? Я только что потеряла дочь. Ну, посмотрим, кто участвовал в этом секс-марафоне. Так, вы мне тут кресло-то не портите. Если Тимура посадят, мы лишимся кормильца. Вы, что ли, мне будете новые кресла покупать, а? Ну, не если, а когда. Да, а его посадят рано или поздно вашего мужа. Где он вино хранил? Какое вино? Он не пьет, он водитель, его могут в любой момент вызвать. Он не пьет, чтобы вы знали, и не курит. Ой, все. Ой, я не могу, у меня руки трясутся. Ну-ка, возьмите. Я должна выпить свои таблетки. Моих таблеток нет. Это потому, что кто-то Яне подсыпал, а потом убил. Вы что такое говорите-то? Она же сама. Нет, не сама. Вы это хотите на Тимура повесить? Так, ну-ка, давайте убирайтесь из моего дома. Я не буду с вами разговаривать. Все было нормально, пока эта Маша не появилась. Транквилизаторы были внутри бутылки. И попали они туда через прокол в пробке бутылки. Судя по базе, бутылка с такой акцизной маркой была куплена в супермаркете, который находится рядом с домом Родионова. И оплачена с карты Тимура Родионова. Я получил отчет обо всех транзакциях с карты Родионова за последние полгода. Раз, два раза в неделю он стабильно покупал такую бутылочку вина. Ну, это слишком часто для непьющего человека. Видимо, девочку спаивал, чтобы легче было справиться. Тем более, если вино смешано с таблетками. Галина Николаевна! Подруга нашей погибшей, Мария Пряникова, уже два дня не появлялась дома. Это та, что заявила о насилии со страны отца? Я же говорю, начальник, Машка сразу сбежала, когда такое натворила. Она натворила? А кто? Вон мамку ее завтра хоронят. А вы в полицию обращались о пропаже дочери? А зачем? Надо будет, сама придет. И вообще, начальник, хорош лясы тащить. Слушай, мне малого из сада забирать. И так уже на полчаса опоздал. Он воспиталку вон названивает. Вы что, в таком виде будете забирать ребенка? А что? Мамки у него теперь нету. Кто о нем позаботится? Опека. Майор Лисицин беспокоит. Мне бы инспектора Красикова. Надо ребенка изъять. Чего? Какого изъять? Тихо. Яна Любимова вернулась из школы домой в 13.30. Отчим был уже дома. Судя по геолокации его телефона, уехал из дома он в 15.40. А смерть девочки наступила примерно в 16.00. 16.30. Далее. В 18.00 вернулась Лиза, сестра Яны. Она и обнаружила труп своей сестры. Далее. Через полтора часа домой вернулась мать вместе с ребенком. Они были в больнице. Так, а что с алиби матери и сестры? Лиза, младшая сестра, ездила занятия на занятия, потом была на пробежке. Чисто теоретически она могла заехать домой, а потом вернуться на занятия. Но у младшей сестры нет мотива. Зато у матери он есть. Яна поставила под угрозу ее привычную жизнь. Холодов сейчас просматривает записи с камер видеонаблюдения и стационара, где проходит лечение младший ребенок Родионовых. Ну что, пока все указывает на отчима. Он мог опоить девочку, надругаться и имитировать самоубийство. Мотив и возможность у него есть. Полковник Рогозина. Да, да, хорошо. Везите. Ждем. Тимура Родионова задержали в Липецке. Везут к нам. Завтра его допросим. В образцах из дома Родионовых целый цветник. Похож, заботливый муж и папа приводил домой еще как минимум трех неопознанных женщин. Пока. Ну и всех развлекал их в кресле жены. Ух ты, какой затейник. А я выяснила, кто брал таблетки. Ирины Родионовой, которые мы пытались отравить Яну. Это Маша Пряникова. Я вскрыла страничку в социальностях Маши Пряниковой. За два дня до исчезновения они с Яной сильно поругались. Маша обвиняет подругу в том, что это она заставила ее пойти к психологу и признаться. Ну что, довольна? Мразь. Мамка умерла. Папу сейчас в тюрьму законопатят. А знаешь, куда ты пойдешь? В детдом. Папа, не надо, пожалуйста. И малого за собой потащишь. Он ведь и тебе этого никогда не простит. Ты думаешь, там тебе будет лучше, чем с родным папкой? А знаешь, что с тобой там сделают? По кругу пастят. А Янка твоя как жила, так и будет жить. Припеваючи. Вот почему Яна забрала заявление. Она пообещала Маше это сделать. Только видишь, Машу это не успокоило. Она пишет, что маму этим уже не вернуть. Маша ненавидит Яну. Думаешь, это она ее? Девочки были дезориентированы. Находились под страшным давлением. Могло произойти все что угодно. На Маше в розыске пока нет никаких данных о том, где она может находиться. Ее отец отсыпается у нас в камере. Я не пойму только одного. Почему девочки обратились к психологу именно сейчас? Что послужило спусковым крючком? Маша пишет, что инициатором была Яна. Слушай, а где протокол первого разговора со школьным психологом? Сейчас. Извини. Все началось, когда мне было 13. Он сказал, что это возраст инициации. Что раньше в этот возраст уже замуж выдавали, правильно делали. А еще говорил, что он поможет мне раскрыть мою женскую сущность. Вот. В 13. А младшая сестры Яни и Лизе Розионовой как раз накануне исполнились. 13 лет. Яна хотела защитить сестру от отца. Поэтому решила признаться. Мама девочек доверила мне как психологу представлять Лизу на допросе. Ну, это не допрос, только беседа. Скажи, Лиза, ты знала о том, что делает твой отец с Яной? Это неправда. Яна просто с кем-то переспала. И побоялась, что ее накажет мама. Вот и завалила все на отца. К сожалению, у нас есть доказательства того, что Яна говорит правду. Скажи, а ты не замечала ничего странного в его отношении к тебе? Да вы что? Никогда. Это Янке он был отчимом, а мне родным отцом. Он бы меня не тронул. А что теперь будет? Вы посадите маму? Пожалуйста, не сажайте его. Лене Николаевне, нам нужно прекратить беседу. Лене Николаевне, я не делала. Да, конечно. Вы отвезете Лизу домой? Да, конечно. Родители согласились, чтобы она пока пожила у меня. Лизочка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Лизенька. Так, 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 так. Где Ангелина Воробьянина? Кто? Психолог. Рогозин ее отпустил вместе с Лизой Родионовой. А что? В общем, так, в тот момент, когда девочки делали заявление о насилии, Воробьянина писала сообщение Тимуру Родионову. Видимо, хотела предупредить. А что, у нее был номер телефона Родионова? Более того, они регулярно созванивались, а их телефоны периодически фиксировались вместе в районе дома Родионовых. Нам нужно образиться и ДНК. Не нужен. В смысле, уже не нужен. Воробьянина одна из тех дам, которых Родионов приглашал к себе домой, когда не было его семьи. Более того, я выяснил, что в день убийства Яны Воробьянина должна была пустить Родионовых с проверкой от школы. И якобы уже написала отчет, что была там и все в порядке. Ты думаешь, что школьный психолог убил Яну для того, чтобы защитить своего любовника от обвинения и в растлении? Галина Николаевна, Воробьянина на звонки не отвечает. Дома никого нет. Я ничего с Яной не делал. Да, любуйся. Это ты ее насиловал. Это ты ее опоил. И ты ее убил. Я ее не убивал. Вы все равно ничего не поймете. Я не могу додавать показания. Я свои права знаю. Я проверила одежду Родионова из дома и ту, которую он брал в поездку. Следов крови нет. В машине тоже все чисто. Он даже сексом в ней не занимался. Видимо, держался за работу. Здравствуйте. Вы к кому? Так, руки. Сюда привезли моего мужа. Я хочу его видеть. Вы что ли тут главные? Я полковник Рогодина. Ваш муж задержан. Не имейте права, он не виноват. Тимур не мог убить Яну. Вы также утверждали, что он не мог совращать вашу дочь. Вы не понимаете, он действительно не мог это сделать. Тимур кровью боится. Он когда у Лиски на родах присутствовал, в обморок упал. Смотри, как старается муженька-то отмазать. Но это может оказаться правдой. Может. Но только как это проверить? Есть способ. Это что, электрический стул без суда и следствия? Не говорите ерунды. А это смертельная инъекция? Хорошо бы. Что? Это единственный способ доказать вашу непричастность к убийству. Мы покажем вам некие изображения, чтобы проверить реакцию вашего мозга и организма в целом на них. Я не убивал Яну. Если для того, чтобы доказать это, нужно поджарить меня на этом вашем адском стуле, пожалуйста, валяйте. Смотрите прямо на экран. Субтитры создавал DimaTorzok 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 СТУК В ДВЕРЬ Валя, ну что у тебя? В крови Родионова резкий скачок адреналина. Так бывает при сильном испуге или панике. Данные энцефалограммы и кардиограммы тоже зашкаливают. А Родионов не мог сделать ровные разрезы на руках Яны. У него буквально тряслись руки. Да, Андрей, она тут похожа в каком-то кафе. Да, вот. Я ее вижу. Майор, а что вы здесь делаете? Неужели случайно? Ну, вы на звонки не отвечаете. Мы с Лизой зашли в кафе, просто выпить чашечку какао, Лизе стало грустно. А там музыка громкая, мы не слышали ваших звонков. А что вы хотели? Вы папу поймали? Да, он у нас. Только он твою сестру не убивал. Я так и знала. Еще бы. Что вы имеете в виду? А то, что Лиза едет к матери, а вы едете к нам на допрос. Ясно? Вперед. Марию Пряникову пока нам не удалось найти. Телефон у него выключен уже три дня. Никто ничего не знает про него, никто ничего не слышал. Мы обрабатываем видео с уличных камер. Может быть, что-то найдется. Я опросила магазины для парикмахеров в районе дома Яны Любимовой. В одном из них опознали Пряникову. Это она купила опасную бритву, которую убили Яну. Значит, все-таки наказала подругу и сбежала. Девочки познакомились в мае на сайте поддержки жертв домашнего насилия. В их истории нашлось много общего. Они подружились, и с сентября Маша перевелась в школу Яны. В общем так, в бывшей школе у Маши Пряниковой. Не складывались отношения. Девочка была странной, одноклассники ее гнобили. А учителя говорят, Маша, ну, агрессивно, часто дралась. Администрация перекрестилась, когда Маша от них перевелась. Я действительно встречалась с Тимуром. Но я же не знала. Да я до сих пор не могу поверить в то, что он педофил. Как начались ваши отношения? Да я сама не поняла. Он начал ходить на родительские собрания вместо жены. Потом стал ко мне заходить, интересоваться про Яну. Начал ухаживать, ну и закрутилась. Он часто говорил о Яне? Да не особо. Он спрашивал, не влияет ли Маша на нее, их дружба, интересовался. Ну, а Яна, она особо ни с кем не сближалась. И Тимур интересовался их отношениями. А почему вы сразу написали Тимуру сообщение, как только Яна пришла к вам с заявлением о насилии? Тимур просто не раз просил меня сообщать, если вдруг у Яны возникнут какие-то проблемы, о каждой мелочи. Я еще так подумала, какой молодец о чужом ребенке, так заботится. Постойте. Вы думаете, что Тимур начал со мной встречаться, чтобы контролировать Яну? В день смерти Яны вы подали отчет о том, что навещали Родионовых. Тимур сказал, что у них все в порядке, и чтоб Яну время свое не тратила, я и не пошла. Вы можете проверить меня, в школе все видели. Проверим. Так что насчет Маши? Она действительно влияла на Яну? Я думаю, если бы не Маша, то Яна сама бы не решилась. Вероника, мы закончили осматривать записи из дневного стационара. Ирина Родионова не все время была с ребенком. Несколько раз, когда он засыпал, она уходила. Я уложила маленькую, можем поговорить. Садитесь. Вы имели возможность прийти домой, убить вашу дочь и вернуться обратно в стационар. Он находится в десяти минутах ходьбы от вашего дома. Я мать, а не убийца. Вы думаете, так легко родить троих, и воспитать. Первый муж нас бросил. Мы с Янкой еле выжили. Мы Тимуру всем обязаны. Вы, не сомневаюсь, и вы хотели защитить свой клад, свою семью с Родионовым. Яна ведь не была частью этой семьи. Она мешала? Она просто неблагодарная. Нельзя так про мертвых говорить. Она жизни не знала. Она не понимала, кто ей друг, а кто враг. Куда вы отлучались из больницы? Гуляла. У нас парк рядом. Я не помню точно. У меня из-за этих таблеток провалы в памяти. Вы у доктора спросите. Так бывает. Я нашел. Нашел Машу Пряникову. Где она? Где сейчас не знаю, но в деле исчезновения она вышла на автобус на остановке. Вот здесь. Смотри. Вот она. С ней какой-то мужчина ушел. Одет во все черное. На голове капюшон. Но нам это мало что дают. Это может быть ее отец. Он может быть причастен к ее исчезновению. Или отец Яны. Или кто такому ничего не знаем. Но мы должны проверить хотя бы тех, кого знаем. Андрей, судя по навигатору Родионова, в день исчезновения Пряниковой он был в том месте, где камеры зафиксировали ее в последний раз. Потом машина поехала в район Надеждинского леса. Это неподалеку. И простояла там минут сорок. Ничем хорошим по моему опыту такие поездки не заканчиваются. Да, Пряникова не убийца, а жертва. Девочка умерла на день раньше своей подруги. То есть день своего исчезновения. Это асфиксия? Да, кто-то задушил ее руками. На коже есть следы от пальцев. Мы знаем, с кем она была за час до убийства. Но этого мало, чтобы осудить Родионова. Нужны прямые улики. Эти волосы были обнаружены в могиле Пряниковой. Они упали с головы убийцы. Сейчас проходит анализ на ДНК. Что вам нужно? Что вы хотели сказать про моего брата? Если ты не будешь меня слушаться, он умрет. Сколько ему лет? Шесть? Пять. Ну ты же не хочешь, чтобы я свернул ему шею, как цыпленку. Правда? Пожалуйста. Садись в машину. Что вы хотите со мной сделать? Испортила нам жизнь. Если бы не ты, Янка, никогда не открыла бы рот. Только так я могу сохранить семью. Я должен их защитить. Нет, 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 нет. В рюкзаке Маши Пряниковой, которую нашли в ее могиле, есть черновик прощального письма. Да, вот этот. Мы, Яна и Маша, уходим вместе. Мы любим своих родных и не хотим причинять им вред. Мы же никого не обвиняем. Виноваты только мы сами. Мы сломались и не справились. Даже сейчас нам очень страшно. Тралики помогут преодолеть страх. А бритва – жизнь. Прощайте. Девушки собирались совершить двойное самоубийство. Вот почему на транспиризаторах отпечатки Маши. И вот почему она купила бритву. Они готовились к самоубийству. Ну какой-то бред. Потому что девочки собирались сами умирать. Но нашлись как минимум двое преступников, которые решили лишить их жизни. Какая-то бессмыслица. Абсолютно. А может и нет. У них на уроке запрещено пользоваться мобильными телефонами, поэтому девочки по старинке обменивались записками. Вот. Яна пишет Маше о том, что они с Лизой снова нашли дома бутылку вина. А значит, отчим опять придет к ней. Яна предлагает Маше покончить с собой на следующий день. Но в тот же день Тимур Родионов вызвал Машу на встречу и убил ее. В итоге Яна, не дождавшись подруги, не решилась одна покончить жизнь самоубийством. Но тем не менее, умерла выбранным для себя заранее способом. Я знаю, кто нам может помочь. А где наш психолог? Я хочу, чтобы со мной была Ангелина Петровна. Позовите ее! Воробьянина не может участвовать в допросах. Она заинтересованное лицо. Сядь, Лиза. Нам надо поговорить. Где мой отец? Можешь не волноваться. Он в камере. И его осудят на очень большой срок. Я волнуюсь не за то, чтобы он сел, а за то, чтобы он вышел. Я думаю, иначе. Ты ведь знала, что он делает с Яной? Я уже говорила. Ты знала, что означает появляющаяся у вас дома бутылка вина? И знала, что когда-то отец доберется и до тебя. Но... Она обещала меня защитить. Ваша мать? Яна. Она обещала. Обещала. Лиз, прости. Я собрала заявление. Как? Зачем? Тогда ведь его не посадят. Ты знаешь, что случилось с Машкиной мамой? И что? Ты должна думать обо мне, а не о ней. Да, но... Маму угрожает. Она говорит, что если я продолжу настаивать, она тоже повесится. Не будет жить с таким позором. Она просто тебя пугает. Прости, я не боюсь. Но как ты собираешься с этим жить? Как будто бы ничего не случилось, что ли, а? Я не собираюсь с этим жить. Мы с Машей порежем тебе вену. А как же я? Ты что оставишь меня с ним, что ли? Ты знала про виной таблетки. Знала, что перед командировкой отец снова придет к твоей сестре. И ты... подсыпал ей транквилизатор и перерезал ей вены. Но меня не было дома. Была. Ты вернулась, как только уехал отец. Как раз в это время тебя никто не видел. Я еду за ней, занятия на другие. И зачем мне убивать Яну? Она единственная, кто меня защищала. Потому что она забрала заявление и отказалась проходить гинекологический осмотр. Да Яну просто с жиру бесится. Это ее Машка подговорила. Янка бы сама никогда так со своей семьей не поступила. Я хочу забрать свое заявление. Но ты же говорила... Так, не перебивайте ее. Я узнала, что без мосогласия вы не можете провести осмотр у гинеколога. А я от него отказываюсь. У вас больше ничего нет против моей семьи. Ну, что я говорила? Я просто поссорил с родителями. Мне очень жаль. Пойдем, мам. Теперь все будет хорошо. До свидания. Поможешь? Все, пойдем. Я знала, что Яна собирается покончить собой. Ты хотела, чтобы она умерла в нужный для тебя момент. Тогда на ней будут следы твоего отца. Ты хотела его посадить. Если бы Яна умерла тогда, когда хотела она, отец просто переключился бы на тебя, и кошмар стал бы явью. А ты ожидала, что самоубийство в таких обстоятельствах привлечет внимание, и полиция найдет следы виновности твоего отца. Она обещала меня спасти и предала. Они все меня предали. Я должна была защитить себя. Все равно ее жизнь уже была кончена. Она хотела умереть. Лиза, ты напрасно убила сестру. Твоего отца все равно посадили бы. За убийство Марии Пряниковой. Надо было только немного подождать. Мудули, Маша просто решила сбежать из дома. Осторожней, не мешок с картошкой несешь. Так, где эта ваша полковница? Я требую немедленно отпустить мою дочь. Мама! Они не имеют права тебя здесь держать. Мама, я убила Яну. Вы уже сказали. Так, полковник, как вас там? Галина Николаевна. Галина Николаевна, мы законы знаем. Лизе нет 14 лет. Вы не можете упечь ее за решетку. Когда чужие люди своими грязными руками влезли в мою семью, я потеряла мужа и дочь. Я должна защитить тех, кто остался. Я не отдам вам мою девочку. Лиза, ты можешь отказаться от опеки матери. Причин достаточно. Я помогу все устроить. Я не буду этого делать. Я люблю свою маму. И она ни в чем не виновата. Субтитры сделал DimaTorzok